Всем привет! Обычно, когда я иду на собеседование в какую-то компанию, я точно знаю ее название, реквизиты и частенько даже могу промониторить ее основные показатели с помощью открытых источников, типа Sbis, Restork и RusProfile. Но не в этот раз. В этот раз я точно не знаю, в какую именно компанию я ходил на собеседование. Посудите сами. Меня пригласили на собеседование в компанию DonService. Вот так выглядит вакансия. Кстати, судя по тексту вакансии, на собеседование там готовы пригласить любого, кто просто умеет печатать. Так вот, сказали, что компания занимается производством холодильного оборудования и находится по адресу Красноармейская 103-123. Но в какой именно DonService меня пригласили, непонятно. Потому что один DonService по этому адресу закрылся в июне 2021 года. Если искать по названию торговой марки, которая фигурирует в вакансии, а именно DS Factory, то мы опять-таки находим ликвидированное предприятие, но уже в декабре 2021 года. А остался по этому адресу лишь один DonService.ru. Заходим на его сайт. Логотип схож с логотипом DS Factory и логотипом, который есть в вакансии. ИНН мы нигде не находим, так что следуем в раздел документы. Копируем ОГРН, проверяем его в открытых источниках. Видим, действительно, есть такая компания, но отмечено, что в ней работает всего один человек. Вопрос. Как завод может производить холодильное оборудование со всего одним человеком в штате? То есть, получается довольно-таки ироничная ситуация. Аноним из стана соискателей, то есть я столкнулся с анонимом из стана работодателей. И дабы развить эту тему анонимного работодателя, хочется добавить, что подняв архив в вакансию DonService, можно увидеть, что вакансия менеджера по продажам впервые была опубликована на HeadHunter как минимум год назад, а скорее всего и еще раньше. И с тех пор она висит постоянно. Соответственно, за это время, через незаконную стажировку и испытательный срок, о которых вы узнаете дальше, должна была пройти просто уйма соискателей, и хотя бы кто-то из них должен был написать негативный отзыв. Но никто негативный отзыв не написал, есть только негативные отзывы пятилетней давности от рабочих фабрики. Чудеса терпелизма, да и только. Но, чтобы исправить данную оплошность, я, собственно, и выкладываю в мое собеседование почти целиком. Я постарался ничего не вырезать, дабы потенциальный соискатель и вы, мои постоянные зрители, получили информацию, так сказать, из первых уст и решили для себя, достойный ли это работодатель или нет. Приятного просмотра. Хорошо, как вас зовут? Егор. Егор, очень приятно, меня Софья Николаевна. Вот скажите, пожалуйста, чем вы занимались в области продаж, ваше образование, ваши достижения? Ну и расскажите, что вы считаете нужным о себе. Закончил ЮФУ, в продажах работаю уже 9 лет. По какой специальности в ЮФУ? Менеджмент. В продажах работаю 9 лет, в двух компаниях. За это время работал в компании Вектор, непосредственно занимался продажами компьютеров и компьютерных комплектующих. И вот моя последняя нынешняя компания, это компания... Ну вы работали в двух компаниях, это говорит, в принципе, о стабильностях, да? Да, очень-очень скрупулезно выбираю непосредственно работодателя своего. В первой компании я отработал 6 лет, а во второй вот 3,5 года. А почему уволились из той, которая 6 лет? Банально друг перетянул. Мой коллега меня перетянул, посулив в более высокую заработную плату. Собственно, заработная плата действительно была выше и перспективы выше, лучше на тот момент были. И я начал встречаться с людьми, которые гораздо более... Окружение поменяли, да? Да, мало того, что окружение поменял, так я еще начал встречаться с людьми и взаимодействовать с ЛПРами гораздо более высокого уровня. Смог перенять в них многие их привычки и компетенции, да, и их видение бизнеса, и видение того, как нужно вести переговоры. А что сейчас вас не устраивает? Не устраивает заработная плата и состояние компании. Ну а как вы можете оценить состояние компании? Ну, финансово работник. И я могу оценить по тому, что происходит в компании, по тому, как платятся мне мои премиальные, да, по задержкам, по тому, что происходит вообще в отношении наших поставщиков. То есть какие-то такие вещи, я их вижу, и меня они печалят. То есть, а какая у вас там заработная плата? Продажи длинные, продажи проектные, поэтому выходит, если взять всю заработную плату, разделить на 12, да, то получается порядка 60-70 тысяч рублей. Ну, смотрите, у нас менеджеры получают они от 50, но тоже длинные продажи. Ну, это специфика продукта, холодильное оборудование. Ну, как, они продажи есть всегда, ну, которые небольшие, да, там, 3-4 витрины, вот. А вот, допустим, рынки, когда это уже проект, когда это, там, большие премиальные, это может длиться и 2 года, да, там, ну, вот. Понимаю. Менеджеры там досиживают, потом радуются и хотят так каждый раз, ну, долго, к сожалению. А вот, у нас около 30 тысяч, мы производители. Находимся на рынке уже более 20 лет. То есть, практически все рынки России это делали мы, включая тут наши все ростовские. Первый рынок это был центральным. Вот, все магазины, ну, не все, конечно, ну, основные сети такие, как Тавр, Агрокомплекс, Мясной Градус, ну, он сейчас Индодолина, по-моему, называется. Они все работают с нами. То есть, эти клиенты уже есть. И, конечно, привлечение сетевых клиентов, это, ну, самая, конечно, выгодная для компании позиция, да, это постоянные, постоянные клиенты, у них всегда есть заказы. Ну, также мы развиваем розницу, работает реклама, кто-то там сидит сейчас, наш менеджер старый, он сейчас один остался, он сидит на лидах, радуется. А, как бы, так, по сути, там, лиды можно разделить на двоих. Вот, 30 тысяч и 0,5 процента от продаж. Минимальная стоимость продукта у нас от 50 тысяч рублей, от 60, наверное, даже сейчас уже. То есть, процент у вас от общего вала? Да. Да. Ну, туда входят и услуги, то есть, ну, вся вот выручка, которая пришла, если это все прошла реализация, реализация, она не затягивается. То есть, вот, есть предзаказ, через две недели уже товар отгружается у нас в производство, да, там, мы передали заказ на производство, это уже недолго. И начисляются ваши премиальные, но они у нас не разделяются, они, допустим, не выплачиваются сегодня, там, оклады через, там, какое-то время премиальные. То есть, ну, месяц окончился, и происходит расчет по тем отгрузкам, которые были. Вот и все. Если есть вопросы, то давайте. Вы сказали ранее о том, что вы делали центральный рынок Ростова. Да. Я так понимаю, что когда строится рынок, то я просто по-другому думал, все холодильное оборудование покупается разом? По-разному бывает, но сейчас тенденция такая. Раньше бывало такое, что собственник рынка позволял арендаторам, чтобы они приходили со своим оборудованием. Но сейчас это все исключается, потому что, ну, представьте, у кого красная, у кого зеленая, у кого широкая, у кого узкая витрина. И, соответственно, рынок выглядит совсем некрасиво. Вот, допустим, мы сейчас два рынка в Москве открыли, ну, вот один уже работает, второй сейчас на стадии монтажа находится. Они делают вообще красивые, там, такие эко-рынки, они в дереве. То есть, ну, чтобы концепция, она была одинаковой. И, как правило, сейчас закупает уже все в собственник рынка, и потом они уже эти места сдают. А-а-а. Я просто думал, каждый частник свой приносит в холодильник, привозит. Да, раньше это было немножко не так, а сейчас уже и было очень сложно, да, если там вот на Черкасске мы продавали, там каждый закупал себе. Но, собственно, рынка сказал, вы покупаете, все одинаково. И мы продали, ну, вот было много клиентов, там, да, 100 человек, 100 витрин купили. А, ну, представьте, да, там менеджеры наши нервничали, сколько им надо заявок завести по одной витрине, было неинтересно. А так, как правило, сейчас закупают только полностью для того, чтобы, ну, сейчас же уже другая торговля. Все хотят еще эстетику какую-то получить, приходя на рынок, чтобы не только было вкусно, свежее и чисто. Здравствуйте. Это Ирина Евгеньевна, наш коммерческий директор. Здравствуйте. Понятно. Как оформляете? Официально. С первого дня? Ну, у нас идет месяц испытательный срок, ну, там, Ирина Евгеньевна, ну, как правило, у нас выходит на стажировку на 3-5 дней. Два дня там уже видно, Ирина Евгеньевна там уже видит, как человек работает, дает задания и уже смотрит, ну, так же, как и вы, да, подходите вы нам, вы, вы, вы и так далее. И вот эти дни, если все хорошо, вы продолжаете с нами сотрудничество, они уже будут входить в ваши, ну, как бы, ваш стаж оплачиваемый. А если не все хорошо, то, получается, с вами попрощаются, не заплатив ни копейки, что вообще-то является нарушением трудового законодательства, которое, кстати, даже может повлечь наложение штрафа на горе работодателя. И нарушением, конечно же, здравого смысла, ведь соискатель в любом случае тратил свое время и те же деньги на проезд, к примеру, и это все должно быть компенсировано. И я это говорю не ради морализаторства, а потому что у нас в России до сих пор просто очень много соискателей, не знающих своих прав и месяцами, а порой и годами, работающих за бесплатно у разных работодателей. У одного постажировался, читай, сделал грязную работу за бесплатно пару дней, не подошел, у другого постажировался неделю, не подошел. Потом у них начинается депрессия, самокопание, а ведь все дело в том, что просто огромное количество работодателей изначально не планируют соискателей оформлять и платить им зарплату, а желают их тупо эксплуатировать. У нас пятидневка и субботы дежурные, вот сейчас как один манежер, он работает субботу до часа, а когда их два, то они меняются, два-два. То есть получается две дежурных субботы в месяц. Да. А вообще география? Вся Россия. Вся Россия. Вся Россия, конечно. Ну, я так понимаю, что вы являетесь представительством завода? Мы сам завод и есть. То есть мы производители. А, вы же и производители. Мы заводим в Батайске, да. То есть я же вам сказала, что мы на рынке уже более 20 лет. И, безусловно, у нас очень такая сильная корпоративная политика в том плане, что, во-первых, у нас никогда не было затяжки заработной платы. Никогда. То есть все условия, которые мы оговариваем, мы выполняем. Опять же, работа в центре, офис находится в собственности, мы никуда не переезжаем, так же, как и завод. Поэтому мы можем влиять и на ценовую политику, и на все остальные факторы, учитывая то, что мы наработали за эти годы. Понятно. Ну, то есть работа по всей России, соответственно, наверное, придется порой задерживаться, да? Нет. Ну, чтобы с Дальним Востоком? Нет. Ну, ваш будет корпоративный телефон, по которому вы можете уже из дома, по WhatsApp, да, WhatsApp, Viber используют, если это, допустим, Казахстан, да? А с Казахстаном тоже работаете? Конечно. Конечно. Понятно. Работали, сейчас нет заказов, но это все нужно возобновлять. Сейчас четыре витринные. Да, четыре витринные розницы небольшая. А так вот у нас были и большие объекты в этих странах. Поэтому надо их менять, и надо завоевывать Казахстан, все остальные поеборки набрать. Если не секрет, у вас есть менеджер, и я не знаю его имени и фамилии. Да. Если не секрет, сколько он зарабатывает в среднем? Ну, где-то 50, 60, 70, 90 тысяч, в зависимости от... Ну, от продаж. Да, от продаж. Да, это разные, как бы, это. Потом, не знаю, Суфина Николаевна сказала или нет, у нас мы хотим немножко, я хочу вот дать такие бонусы. Просто сейчас, например, менеджер у нас работает и получает заявки по рекламе, да, которые там идут. Я хочу другого менеджера подключить, чтобы он работал... Мы сейчас будем подключать Яндекс.Маркет. И вот этот менеджер будет иметь, как бы, определенную тоже к себе большой плюс, будет работать с Яндекс.Маркетом и... Сходящим потоком. Да, сходящим потоком от Яндекс.Маркета. Ну, и здесь уже хватило... Посмотрите, дело в том, что там-то особо... Я не думаю, что будет такая колоссальная работа. Может быть, следами пораспределить эти лиды рекламные? Нет, я имею в виду, что он будет заниматься Яндекс.Маркетом полностью, вот этот менеджер, который придет. И он будет получать с Яндекс.Маркетом, будет получать себе процент. Отлично. Да, да, да. Входящий поток. Да, входящий поток. Ну да, это упрощает немного. Да, да, да. Который, чтобы тоже был определенный бонус какой-то, понимаете, как-то. Для менеджера, который будет работать. И, естественно, там уже следить, куда отправлять, там, как отправлять, вообще... Да, работать с Яндекс.Маркетом, там, ну, вот эти все рекламы, там, как она заряжена. Да, да, да. Подскажите, пожалуйста, ну, вот если можете сказать в двух словах, кто ваш ЛПР, чтобы мне хотя бы было понятно, кто ЛПР у вашего клиента? Это директора, конечно, рынка. А, директора. Да, либо собственники, но собственники, как правило, в этом вопросе не участвуют. А, не коммерческий директор? Ну, надо начинать с кого-то, а потом уже все равно... Я понимаю, но вот я же поэтому и спросил. Примерно, примерно, это все-таки директор, да, сразу? Да, отдел закупок, потом... Ну, везде по-разному. Кто-то главный инженер отвечает. Где-то в отделе закупок, где-то менеджер по закупкам, где-то сам директор. Есть генеральный директор, который, ну, сами они ведут эти проекты. Везде все по-разному. Каждый объем. Понял вас. Каждый проект абсолютно все по-разному. Понял. Как корректировать... В больших сетях прямо бывают менеджеры по закупкам. Да, да. Ну, да, я про это и спрашиваю. Как корректировать, как донести или же этот... Это уже, ну, как бы, наш опыт работы мы подскажем. Это, ну, конечно, основной аспект – это найти человека или принимающего решения, или предложение, которое заносит генеральный... Ну, или человеку, который платит. Конечно, конечно. Это самое основное от менеджера. Подскажите, пожалуйста, вакцинироваться заставляете? Нет. Нет. Ну, как бы это... Ну, сейчас, как бы, не особо никто не проверяет так. А вы не хотите вакцинироваться? Нет, я просто спрашиваю. Это, знаете, вопрос такой, чтобы понять, насколько гибкая компания. Знаете, бывает в некоторых компаниях обязаловка. И я такую обязаловку не очень люблю. Не поймите неправильно. Это, как бы, говорит о том, как мыслит директор. И поэтому всегда задаю этот вопрос, чтобы просто понять, ну... Ну, это же ваша зона ответственности. Ну, да. Пишите отказ, и все. Допустим, у нас некоторые сказали, я вот боюсь, и я напишу отказ. Ну, пожалуйста, пишите. Обязательно меня, как работодателя, заставить человека принести, что-то я не могу. То есть не заставляете. Ну, великолепно. Одна вещь, я должен предупредить вас, что не отражено у меня в резюме. Но по закону я, в принципе, и не должен вас предупреждать. Но, тем не менее, у меня есть погашенная судимость. Вчера она не ответила, еще сегодня не позвонила. К концу недели. К концу этой недели. Но на сегодня у них стоит готовность. Значит, сейчас Марина уточнит. Я вчера... Хорошо. Судимость в чем заключалась? Ну, судимость, условно, срок. Ну, за какую правильность? 228-я статья. Наркотики? Да. Очень хорошо. Нет, ну, это как бы... Не важно. Нет, ну, она погашена, я уже после этого работаю, но я как бы должен предупредить, потому что я честный человек. Знаете, как... Ну, отлично. Если, допустим, у вас были бы какие-то жесткие требования по этому поводу, то, ну, знаете, чтобы не тратить и ваше и мое время, вы потом бы об этом узнали. Ну, знаете, как бы в жизни, наверное, каждый там может ошибиться, поэтому... Ну, да, да, да. Нет, в принципе, работа у вас не связана с материальными какими-то ценностями, чтобы, допустим, как-то мне там, допустим, это, поэтому вы работаете менеджером, поэтому, в принципе... Да я готов заниматься материальными ценностями, я это как бы... Ну, это же не... Нет, 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 это я имею в виду, что если, допустим, ну, работодатель какой-то может усомниться, допустим, в чём-то, да? Ну, да. Вот, поэтому он может для себя как бы поставить какую-то определённую галочку. Ну, да, пометку. Пометку, да. Понял вас. Поэтому, в принципе... Окей, ну, это хорошо, что у вас так гибко к этому относитесь. Ну, люди разные, как бы, поэтому я тоже считаю, что в жизни, наверное, что-то бывает такое, знаете, как... Ну, да, бывает. Может случиться вот такое вот, да. Да. И это печально. Мне, в принципе, всё понятно, всё абсолютно ясно. У вас очень прозрачно, много чего рассказали. А как поступим? Вы, в принципе, можете, если как бы вас устраивает, мы можем, в принципе, допустим, завтра выходите, пробоваться. И, в принципе, если всё как бы складывается, всё получается, я вам всё рассказываю. И, в принципе, начинаем работать. А вы знаете, я до конца недели дорабатываю. Пожалуйста. Поэтому... Я ж говорю, что... И у меня ещё одно собеседование. Давайте, как знаете, поступим. Давайте завтра созвонимся. Или лучше, послезавтра созвонимся. И я вам точно скажу, готов я принять ваше решение, ваше предложение, либо нет. И вы, соответственно, может быть, тоже кого-то пособеседуете и тоже будете знать. Потом по зарплате, ну, у нас тоже достаточно гибкая определённая система такая, что если люди работают, если я вижу, что это, то я тоже могу, в принципе, с ценой и с процентами регулировать. Вот. Поэтому тут тоже есть определённые такие нюансы, которые тоже можно, в принципе, их в дальнейшем оговорить, допустим, и бывает на объекты я даю какие-то либо бонусы. Если объекты, например, там есть, то могу я дать там определённые бонусы к этому объекту. В зависимости, если человек, допустим, менеджер продаёт с определённой меньшей скидкой, не рубит сразу 15%, начинает торговаться, то если будут какие-то такие вещи, то, в принципе, можно спокойно говорить о каких-то либо дополнительных каких-то либо там… То есть у вас есть, как бы, у менеджера есть возможность немного цену регулировать? Конечно, конечно. У вас есть определённый максимум, тот, который вы ниже максимума не можете дать. Вот. А есть, как бы, вот, есть такой вот, скажем, разбег, с которым вы можете торговаться и с которым вы можете биться. Вот. Поэтому все эти моменты, все они оговариваются, все это. Потому что тоже менеджеры по-разному работают. Знаете, один боится, допустим, это, у него есть аспект, он сразу раз минус 15% и всё. А другой менеджер начинает торговаться. Ну, конечно. Если только лишь ценой пытаться, да, выиграть, то… Если он видит, конечно, что можно там поджать и видеть что-то, то тогда, естественно, и я могу какие-то либо бонусы дать. Ну, да. Я вообще стараюсь именно ценой никогда не играть, а стараюсь всё-таки… У вас наверняка есть какие-то дополнительные плюшки, которыми можно заинтересовать потенциального клиента. И именно если ценой всегда пытаться выиграть, то далеко не уйдёшь. Потом есть, допустим, спрашивают, там, перспектива… Я тоже, опять же, не исключаю перспективу развития. Если, опять же, менеджер приходит, и я смотрю, что с этим менеджером можно дальше работать и идти, вот, то, в принципе, этот менеджер, и я могу на него завести определенную как бы сетку. В какой плане? Мы можем взять менеджеров, например, в Казахстане, на удаленке. Мы можем, например, взять там где-то ещё в другом регионе, как менеджеров, и этот менеджер будет руководить, ну, как бы вот этими менеджерами. Тут всё зависит от способности менеджера, как он может, понимаете, как он может руководить, взять, попытаться это сделать. Поэтому это тоже не исключён фактор, когда мы говорим вот за это. Если я вижу, что человек умеет работать, и человек умеет, допустим, подтянуть и правильно с ними начинать работать, то, пожалуйста, это будет отдельный мини, как бы, скажем, отдел, который он будет получать свои, как бы, деньги. Это всё тоже, это всё тоже возможно. Паша, у каждого способности абсолютно разные, понимаете? Мы плавно подстраиваемся под каждые вот эти. Нам важен смысл продать, развить сеть. Это самое основное, как мы это будем делать. Мы взаимодействуем и, естественно, будем это делать. Понял вас. Вот, поэтому вот такой вот есть тоже момент. Паша, разные приходят, я же говорю, разные приходят люди. Кто-то может, кто-то не может, кто-то не хочет, кто-то вообще садится ему, устраивает только 30 тысяч. Я вижу, что человек, ну, устраивает его эта заработная плата, понимаете? Я начинаю с ним работать, ну, как бы, пытаться как-то это. Но если вижу, что уже не идёт, тогда мы уже убираем этих менеджеров, и которые... А если не секрет, текучка у вас как? Ну, Женя работает у нас уже 6 или 5, сколько? Лет 5, да. Лет 5. У нас Софья Николаевна работает 13 лет. Марина работает... 15 было уже древние. И его все звонки на сочетании, чтобы он получал, знаете, как бы что-то. Вот. Но он не захотел, он хотел проекта доделывать. Но, получается, ведёт, ведёт, ведёт проект, потом на чём-то раз рубится этот проект вообще на глупости. Ну, не знаю, вот с чем это связано, понимаете? Ну, да. Потерял концентрацию, может быть? Ну, вот, допустим, говорю, там, давай подвяжем там по тендерам людей, чтобы это... Нет, я буду сам делать, знаете, там, я сам допустил ошибку в тендере. А вы и с тендерами работаете? Да, мы работаем и с тендерами, конечно. Но я скажу честно, я с тендерами никогда не работал, я не умею составлять эту документацию. Нет, документацию у нас есть девочка, которая составляет, которую мы делаем, как бы если мы, допустим, это особенно Крым, вот у нас, они любят по тендерам работать. У нас есть девочка, которая делает техусловия, ну, Софья Николаевна знает, как эти все техусловия делает, которые... Поэтому мы тоже и эти вопросы не оставляем. Я же говорю, мы как бы везде и с дилерами работаем, и с розницей работаем, с конечным покупателем, поэтому мы работаем, в принципе, у нас очень достаточно гибкая система по всему. Если и дилеры мы находим в регионах, значит, получают, значит, с дилерами работаем. Понял. Здесь-то у нас дилеров не так много, потому что мы перебиваем, конечно, дилерам, но вся конкуренция от этого, мы, конечно, перебиваем конкуренцию всю дилерам, они с нами не могут, ну, как бы скажем, взаимодействовать, потому что мы, все равно к нам приходят территориально. А в других регионах это все возможно. Понял. Поэтому направлений очень много, ну, много, куда... Достаточно направлений, с кем, с чем работать, достаточно. Ну да, куда смотреть. Куда смотреть и куда направляться. Это достаточно. Вот. Понял вас. Тогда созвонимся. Да. Послезавтра. Да, тогда жду звонка. Спасибо большое. Угу. Тогда. До связи. До свидания. До свидания. После того, как мы так миленько распрощались, мы, по негласной традиции всех анонимов, конечно же, не созвонились, потому что мы, анонимы, знаем, что предстоят нам еще невероятные приключения, что увидим мы еще нечто, во что вы, люди, просто не поверите. Горящие боевые корабли на подступах к Ориону, си лучи, мерцающие во тьме близ врат Тангейзера. Но увидеть мы это должны, увы, порознь. И это, если вы уже досмотрели до конца, то поставьте лайк, что ли? А то, что вам жалко, что ли? Субтитры сделал DimaTorzok